Я просто живу там, но я вижу, что постоянно здесь такая творится. Ну, конечно, надо, везде бардак такая. Ну, контейн, наверное, надо. Вот живем вот так каждый год. Как весна начнется, вот здесь всякий мусор. Я тоже снимал, снимал, отправил беспалитные, я так думаю. Проходите туда, пройдите, там тоже такая же история. На той стороне? На этой стороне, где лесоплаза, именно вот. Лесоплаза, где мы каждый день проходим здесь. Видишь, видишь, как творится. Ну, не знаю. Ну, если был бы контейнер, конечно, лучше. Вы уже сами на камеру снимали, отправляли, да? Да. И ответ был какой-нибудь? Нет, я не в том дело, я просто людям, чтобы смотрели, чтобы не гидали мусор. Я вот сам лично, вот я на машине собираю там месяц-полтора в сарай, а потом уже, когда будут высыхать, я вот вытаскиваю всех, выбрасываю на мусор. Ну, я ни разу не кидал сюда. Мы становимся свидетелями неблагополучной санитарно-экологической ситуации по участку Уральск-Кордон на перегоне железной дороги, так как жителям ближележащих поселков выбрасывается мусор непосредственно на железнодорожное полотно, ввиду отсутствия контейнеров для ТБО, для твердых бытовых отходов. Два года назад мы писали письма об установке, нам ответили, что в обязательном порядке установят. Но, как мы можем видеть, уже второй год сами жители поселка говорят, что контейнеров нету, и это продолжается уже более двух лет. Вот они, мешки даже. Как раз именно вот эта зона прохода здесь. Дальше может поменьше, а там может быть где-то. Хотелось бы еще раз обратиться к жителям ближайших поселков, в частности микрорайон Умыт, о том, что антисанитария начинается, как говорится, отсюда, и виновных трудно будет найти или что-то. Это, пока мы сами свою культуру не поднимем, так и будет продолжаться. И все это зависит от активности гражданских позиций. Я не знаю, короче, такая, вот такая же ситуация рядом с контейнерами. Мы туда ходим, каждый год убираемся, то 10 человек, то 20 человек, два цеха. Ходим, убираемся, люди это видят и все равно продолжают ссорить.